Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Поддержим футбольную команду Западной Армении. Урегулирование Карабахского конфликта требует усилий всех сторон. Никол Пашинян. Генерал-майор Карен Абрамян назначен командующим Арцахской армией обороны. Время прошла конференция под названием «Память о геноциде против армян и предупреждение геноцида». Впечатление от последней выгоды в Сирии по цене отходов. Выставка, посвященная Сергею Параджанову, впервые открылась в Константинополе. Уважаемые соотечественники, Национальный совет Западной Армении приглашает армян из Марселя, Монако, Тулона, Ниццы и других населенных армянами городов нашу команду в товарищеском матче «Тулон. Западная Армения» 9 января 2019 года в Тулоне. Мы призываем всех наших соотечественников принять участие и помочь нашей команде. С уважением, Национальный совет Западной Армении. Мирное урегулирование Карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении. Об этом написал исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян в своем микроблоге в Твиттере. Мы продолжим процесс мирного урегулирования во имя стабильности и мира в регионе. Урегулирование требует усилий от всех сторон, написал Пашинян. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал в Баку, что почувствовал настрой президента Азербайджана Ильхама Алиева возобновить с Армении переговоры по Карабахскому конфликту. Пашинян на днях заявил, что Армения выступает за мирное решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Однако для этого необходимо признать за ним право на самоопределение. 14 декабря президент республики Арцах Пакоса Акян посетил Министерство обороны республики. Как сообщили Армен Пресс, в Главном информационном управлении аппарата президента республики Арцах президент представил высшему командному составу армии обороны нового министра обороны, командующего армией обороны генерал-майора Карена Абрамяна и первого заместителя командира воинской части номер 19916 начальника штаба армии обороны полковника Джалала Арутюняна. Президент высоко оценил профессиональные и человеческие качества пройденный путь генерал-майора Карена Абрамяна и полковника Джалала Арутюняна, выразив уверенность в том, что они будут выполнять свои обязанности на должном уровне, и пожелал им удачи в ходе службы. Президент Бакоса Акян поблагодарил бывшего министра обороны, командующего армией обороны Ливона Манацаканяна, за многолетнюю службу в вооруженных силах, подчеркнув его большой вклад в дело армейского строительства, становление и развитие армии обороны, и выразил уверенность, что на новой должности Ливон Манацаканян продолжит с той же преданностью служить Родине. Конференция под названием «Память о геноциде против армян и предупреждении геноцида» прошла в Риме по инициативе посольства Армении в Италии. Армен Пресс сообщает, что он был организован по случаю 70-летия конвенции о предупреждении преступления геноцида и декларации прав человека. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Италии Виктория Багдасарян в своем выступлении отметила, что несмотря на то, что со временем первого геноцида XX века прошло более 100 лет, сегодня преступления против человечности и этнических и религиозных групп показывают, что мир не свободен от этого отвратительного бедствия. Для международного сообщества эта тревога о том, что опасности геноцида и преступлений против человечности не устранились и требует согласованных и последовательных шагов со стороны международных институтов, государств и гражданского общества в том числе, подчеркнул посол. Посол также коснулся важности международного признания геноцида против армян в международных трибуналах высокого уровня по предупреждению геноцидов. Виктория Багдасарян добавила, что армяне, как люди, пережившие ужасы геноцида, несут моральную ответственность за поднятие вопроса о важности предотвращения геноцида. Среди докладчиков были Антони Арслан, автор романа «Ферма жаворонков», Джордж Генри Ройзен, профессор кафедры правового права Папского университета востоковедения Марсела Флорес, профессор истории прав человека в Сиенском университете, Барбара Рандачо, профессор права университета Милана, профессор армянского языка университета Милана Сивазлян, а также другие политические, культурные, религиозные деятели и представители армянской общины. Демократические силы Сирии при поддержке ВВС США штурмовали последний крупный город, находящийся под контролем террористической группировки исламского государства на восточном побережье Ефрата. Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителей сирийских сил, под контролем которых примерно четверти страны, они уже вошли в центр Хаджины. Бои продолжаются. Союз демократических сил Сирии пытается освободить Хаджин в последние несколько месяцев. Город является последним оплотом ИГИЛ, расположенным недалеко от границы с Ираком. В Стамбульском музее Пера открылась выставка произведений известного армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова. Экспозиция под названием «Параджанов» с Саркисом, подготовленная с сотрудничеством с Сирийским музеем Сергея Параджанова, будет открыта для посетителей до 17 марта. На выставке, куратором которой является директор музея Сергея Параджанова, Завен Саркисян, представлены самые разные работы художника. Рисунки, коллажи, фотографии, мозаики, орнаменты, эскизы эпизодов фильмов, образцы сценических костюмов и прочее. Параллельно на выставке представлены работы живущего во Франции художника Саркиса, уроженца Константинополя, посвященный Параджанову. В 1989 году в рамках Стамбульского кинофестиваля Параджанов удостоился специального приза жюри за фильм «Ашух Гарип». 29 лет спустя Параджанов со своим произведением снова в Стамбуле. По словам Завена Саркисяна, Стамбульская выставка коллекции Параджанова является самой масштабной выставкой, организованной за стенами Ереванского музея. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию радио Марями Еркчахунг. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!